Ботница ритуального бюро Ван Шэн. Мое имя не имеет значения. По правую руку от меня наш наиболее эрудированный консультант. Господин Джун Ли. Этот полуночный нефрит мал, но обладает насыщенным лазурным цветом. Будет упущением не купить его. Да, конечно. Ветряная астра накладывается на влажную глазурь, а затем изделие обжигается в печи. Цветок сгорает, но форма его остается запечатленной на глазури. Будет жаль не приобрести столь гениально выполненные изделия. Да, конечно. Добыть корляпис довольно сложно. А уж пару столь похожих друг на друга образцов и подавно следует взять их. Да, конечно. Полуночный нефрит высшей пробы, изящный фарфор, пара камней корляписа и ветряная астра в подарок работнице. Да, он сделал мне подарок. Господин Джун Ли и правда прекрасный человек. Когда Сен Лин на кухне, лучше всего пойти обедать в ресторан Народный Выбор, а не в шатер Синьюи и не в глазурный павильон. Не, все равно, лишь бы вкусно. У меня только один вопрос, здесь только палочками едят. Дабы познать красоту блюд Ли Юэ, стоит овладеть искусством использования палочек для еды. Господин Джун Ли, сегодня в меню мясо лесного кабана из Брюнгвейла. Не хотите заказать его вместо тофу с солью и перцем? Мы закажем оба блюда. Чтобы отметить появление нового блюда Сян Лин, по традициям Снежной мы оставили чаевые. Господин Джун Ли ценит дружеские связи превыше Моры и щедро на словах и на деле. Хотя счета за эту его щедрость оплачивает ритуальное бюро Ван Шен. К счастью, хотя бы этот счет покроет банк Северного Королевства. Здравствуйте, проходите. Продается все, кроме этой пары шпилек. Кроме этих шпилек? Почему? Их заложил один бедный человек, чтобы выручить деньги на покупку лекарства больной жене. Они не будут выставлены на продажу, пока не истечет срока выкупа. Вот как? Я выкупил в ломбарде эту пару шпилек, чтобы вернуть их владельцу вместе с некоторой суммой для расходов на жизнь. Могу я попросить вас скрыть эти расходы от бухгалтерского учета, а я приглашу вас на обед. Честное слово. Стоит только раз связаться с господином Джун Ли, и больше от него никуда не денешься. Продолжение следует...